В прямом эфире Якутия 24 вы смотрите выпуск «Итоги дня» в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Прогнозы обещают сложности. В этом году весенний паводок может оказаться особенно трудным. Активно идут учения и работы по ослаблению прочности льда. Сезон близко. В Ленском районе готовятся к предстоящему сезону навигации. Речники ведут выморозку и ремонт судов. Приятное с полезным. Инспекторы ГАИ сегодня тормозили столичных таксистов. Водители проверяли и поздравляли с профпраздником. Молоко первоклассникам. Проект под таким названием стартовал в школах Мирненского района. Удался ли эксперимент? Цель ближе. Как продвигается экспедиция, выехавшая покорять хребет Удакан в Ниренгринском районе? Министерство труда России подготовит предложение по индексации пенсии выше инфляции. Цитата. Вы знаете о том, что задача поставлена выйти на индексацию пенсии выше инфляции. Мы уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи. Об этом сказал министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин. Он также добавил, что Минтруд будет ориентироваться на утвержденную в 2013 году стратегию развития пенсионной системы. Таким образом, к 2030 году уровень пенсии должен достичь трех прожиточных минимумов. В этом году весенний паводок может оказаться особенно сложным. Это прогнозируют гидрологи и ответственные службы. По этой причине организованы активные учения и ведут превентивные работы по ослаблению прочности льда. Все подробности у Петра Говорова. В мае 2018 года в результате образования ледового затора на реке Колыма в районе местности Лабуя и обильного снеготаяния начался интенсивный подъем уровня воды в Среднеколымске. Такова легенда учений. В Якутии началась активная подготовка к паводку. По переданным полномочиям, федеральным полномочиям, у нас реки Алдан, Амга, река Нюя, это в Ленском районе. У села Ортанахара, также у села Тена, это река Токко, Алюкминска, Унуса. Кроме того, продолжается проведение превентивных работ по ослаблению льда на реках. У нас в нашем везде 31 затороопасных участок, где мы проводим превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда. Запасы снега в этом году очень велики. В некоторых районах до 100% больше, чем в прошлом году. Воды накопилось в два раза больше нормы. Особенно опасения вызывают ситуацию в Колымской группе улусов. Большие снегозапасы это в Колымском и Индегиро-Колымском группе районов. Там доходит до 200%, более 200% снегозапасов. В южной и западной части Якутии, это Ленский район, Алданский, Ирнгринский, в том районе 110-200% снегозапасов. Это территориально много. Сейчас толщина льда на реке Лена в районе Якутска составляет от 66 до 160 сантиметров. В районе Табаги микрорайона Конголасы порядка 190 сантиметров, что также выше нормы. Это может спровоцировать заторы и высокие уровни воды в реке. На территории Республики Саха-Якутия 800 тысяч озер и 700 тысяч рек. В рамках подготовки к паводку были проведены работы по измерению толщины льда на реке Лены. Где выяснилось, что оказывается толщина реки увеличилась на 15-20 сантиметров. А это означает, что превышает прошлогодние нормы. Также в рамках Всемирного дня воды Министерство природы готовит ряд профилактических мероприятий. В преддверии Всемирного дня воды проводятся мероприятия, в том числе Министерство охраны природы проводят мероприятия. Среди школьников, среди детей дошкольного возраста, среди студентов проводятся различные конкурсы. И мы напоминаем всем, что воду надо беречь. В этом году весеннее половодие будет гораздо опаснее, чем в прошлом, уверены в Министерстве охраны природы. Специалисты призывают тех, кто живет в подтопляемой зоне, заранее позаботиться о сохранности своего имущества. Петр Говоров, Павел Пахомов, Якутск. Ну а в Ленском районе активно идет подготовка к предстоящему сезону навигации. Речники ведут выморозку и ремонт судов. Сюжет наших коллег из Ленска. 20 километров на работу и столько же в обратном направлении. Такой ежедневный путь совершает группа специалистов-судоремонтников Ленского речного порта. Находимся здесь в течение дня всего до вечера и производим планово текущие работы главных дизелей, вспомогательных механизмов, крановой установки там, где вот на плавкране. Нынче в Затоне плавсредство только речного порта и лишь одна сторонняя баржа. Основные внешние и внутренние работы традиционно ведутся на двух работягах предприятия. Теплоходе Юрий Арбатский и плавкране. Снимали головки, топливные насосы, меняли насосы для прокачки воды, масла. Все это делали, делали КВР. На Арбатском проведена работа и для выполнения наружных ремонтов. И в первую очередь так называемое выморозко судно. Вот это вырубленное во льду под нищем корабля место речники называют майной. Делается она для того, чтобы производить необходимый ремонт и иметь свободный доступ к отдельным частям движительно-рулевого комплекса. Там винты маленько чуть-чуть забиты, значит завтра начнем шлифовать их, прямо не снимая на месте. И выморозка в топливном танке, там прохудилась маленечко. Корпус, вот замена листа, целиком лист в топливном танке. Практически завершены работы на плавкране. Оборудование машинного отделения полностью готово. Осталось лишь проверить отдельные механизмы и агрегаты. Также впереди еще и некоторые корпусные ремонты. И самое основное сейчас пойдем, начали ремонт крановой установки, которая где-то у нас продлится служба, энергослужба будет работать, двигателя. Мы будем, нашу техническую часть, замена тормозных шкивов у нас полностью идет, канаты. На данный момент уже известны объемы переработки грузов. На 2018 год у нас утвержденный план составляет 337 тысяч тонн. Из них 138 тысяч тонн это будет груз компанейский, это техгруз, контейнера, оборудование. Остальное это будет сторона. Лишь бы вода не подвела, добавляет Игорь Закирков. Последнее время это основное препятствие на пути поставок. Тем не менее, никаких поблажек в подготовке к навигации. Как на причальной стенке, где расположено основное производство, так и в Затоне, где ждут своего трудового часа плавсредства речного предприятия. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Тем временем в Мирненском районе подвели прошлогодние итоги пожароопасного сезона и обсудили подготовку к сезону предстоящему. По данным на территории района, в прошлом году было зарегистрировано и ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 60 гектаров. Угрозы населенным пунктам допущено не было и режим ЧАЭС не объявляли. В этом году, как и в прошлом, также будут созданы патрульные и маневренные группы. Численность составит 251 человек и 45 единиц техники. С 1 мая 2018 года на территории Мирненского района установлен пожароопасный сезон. Назеленные пункты, подверженные переходу лесных пожаров, оборудованные 16 минерализованными полосами, что составляет 100% от плава, общая длина которых составляет 19 километров. 680 метров шириной от 10 до 30 метров. Со сходом снежного покрова будет проведено их обновление. К другим темам инспекторы ГАИ решили поздравить и заодно проверить местных автомобилистов с Днем таксиста. Дату ежегодно отмечают 22 марта водители пассажирских служб всего мира. Сегодня Управление ГАИ совместно с Гостехнадзором провели акцию под названием «Безопасное такси». Сюжет Дмитрия Тымырова. Дмитрий, пожалуйста. Такси, да? Такси. Ага. На заказ? Никак нет. А вы в курсе сегодня день таксиста? Международный день таксиста. Вот вас поздравляем. Экспресс-экзамен для таксистов. Инспекторы ГАИ проверили водителей не только на предмет всех надлежащих документов, но и на знание правил дорожного движения. Проверку с честью прошли немногие. Большинство водителей не смогли уверенно ответить на вопросы. Как оказалось, многие столичные таксисты нарушают правила скоростного режима. И, как правило, нарушители не соблюдают правила безопасности, и многие ездят без документов. Таких сразу на миссии штрафовали. Ну а тем, кто прошел проверку, сотрудники ГИБДД устроили небольшой, но приятный сюрприз. Наклейка «Я соблюдаю правила дорожного движения». Теперь добросовестного и надежного водителя видно сразу. Я вам дарю такую наклейку. Я соблюдаю правила дорожного движения. Закрепляйте. Спасибо. С наступлением весны дорожные полицейские просят водителей быть крайне осторожными. Ведь уже в эти дни во многих школах города Якутска и пригородов начались весенние каникулы. В ближайшее время у нас ожидается большой поток приезд людей, а также водителей, которые приезжают сюда, в нашу столицу, в город Якутска. И поэтому тоже хочу посоветовать, чтобы соблюдали право дорожного движения, скоростной режим на перекрестках, на пешеходных переходах, чтобы соблюдали требования дорожных знаков, светофоров. Благодаря социальным сетям и мобильным приложениям сегодня любой водитель может развозить пассажиров. Однако таксистом можно назвать не каждого. Для этого нужны лицензии и другие документы. А самое главное – настоящий таксист всегда несет ответственность за своих пассажиров. Дмитрий Тымыров, Илья Сарамятников, Якутск. Молоко первоклассникам. Проект под таким названием стартовал в Мирненском районе в начале текущего учебного года. Сначала в качестве эксперимента молоко давали первоклассникам в школе номер 26. Сегодня уже охватили все школы в районе. Проект направлен не только на укрепление здоровья детей, но и на поддержку местного производителя. Репортаж Марианны Кутуковой из Мирнова. Конец третьего урока в среду для первого Б самый долгожданный. После физкультуры в классе их ждет вкусный и полезный перекус. Дети гадают, что же это будет – молоко, йогурт или снежок. Йогурт, молоко, снежок. Они очень вкусные. И они питательные. Они до костей и поездные. И у них есть булки, которые очень вкусные и поездные. Молочную продукцию первоклассники получают два раза в неделю. Производят ее в Мирненском молокозаводе. В этом году здесь планируют выпустить порядка 540 тонн молока и молочной продукции. Из них около 16 тонн – это молоко первоклассников Мирненского района. Чтобы детям было удобно, молоко, йогурт и снежок разливают в специальные упаковки. В 2018 году будет произведено вот таких вот маленьких бутылочек 76 тысяч штук для всех первоклассников Мирненского района. Это составляет примерно 3% от общего объема нашего производства. Дизайн этой этикетки, дизайн вот этих бутылочек был разработан нами совместно с дизайнером, который занимается дизайнерской частью всего рыбрынинга нашего молокозавода, который сейчас происходит. Проект «Молоко первоклассникам» реализуется в рамках муниципальной программы «Мирненский район. Доброжелательные к детям». В сентябре проект стартовал в 26-й школе и охватил более 150 детей, а с начала этого года всех первоклассников в районе. Мы провели опрос населения, опрос родителей. Стало ясно, что инициатива очень хорошая, и необходимо продлить ее на все поселения, на все образовательные учреждения Мирненского района. И с 1 января 2018 года 1140 первоклассников по Мирненскому району в среднем образовательных учреждениях употребляют два раза в неделю бесплатно молоко местного производителя, специально изготовлен для этого таре по 200 миллилитров. На реализацию проекта «Молоко первоклассникам» на этот учебный год из районного бюджета выделено почти 3 миллиона рублей. В будущем обеспечить молочной продукцией планируют все начальные классы. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Спустя 40 лет на сцене русского драматического театра поставят спектакль «Чайка» Антона Чехова в постановке Елены Корниловой «Мягкой». К слову, выпускница ГИТИСа ставит классику впервые. В главных ролях задействованы заслуженные артисты театра. Например, всеми любимый артист комедийного жанра Дмитрий Юрченко нынче выступит в совершенно новой роли. Премьерные показы состоятся 23, 24 и 25 марта. Все-таки это трагедия. Даже не драма, а трагедия. Но дело в том, что у Чехова очень много юмора. Такого, знаете, как бисер, рассыпного. Этот юмор, он рассыпан по всей пьесе. И вот мы старались подбирать эти замечательные сверкающие крупицы. Вот, собственно, попробуем этот тонкий, изящный юмор Чехова донести до зрителя. Журналисты на помосте в спорткомплексе «Мадун» в рамках фестиваля «Пресса земли Аланхо» работники СМИ выявили победителей в турнире по масс-рестлингу. Свои силы помирили 13 представителей прессы из Кобяйского, Чуропчинского, Вилюйского, Усть-Алданского и Тампонского районов. Также соревновались сотрудники «Горпечати», «Сахамедия», пресс-службы аэропорта, газеты «Илтумен» и компании «НВК Саха». В итоге победу одержали представитель пресс-службы аэропорта Саргылана Сандар, корреспондент передачи «Молодежный вестник» Айталина Сафронова, журналист газеты «Сахасыря» Николай Попов и наш коллега, оператор Евгений Лугинов. Награды призерам вручили чемпионы мира и Европы по масс-рестлингу. Экстремалы из Южной Якутии, выехавшие на днях покорять хребет Удакан вблизи поселка, Хани Нерингринского района уже на пути к достижению своей цели. Как продвигается экспедиция в сюжете Тамары Игнатьевой. Автомобильный перегон на 700 километров, из них 500 по зимнику Бама. Безмолвные свидетели великой стройки до сих пор поражают своим величием. Через сутки после выезда с Нерингрин экспедиция прибыла в поселок Хани, который расположен в самой юго-западной точке Нерингринского района Якутии. Расстояние на карте по прямой до райцентра 291 километр. Но так как автомобильной дороги нет, то до Хани можно выехать только на поезде, а бегая более 700 километров. Два года назад мы здесь вот, на этом самом месте, расчехлили свои снегоходы и отправились в путь. Вот она, долина Лангдо, туда дальше, дальше, дальше. Наша настоящая южноякутская Швейцария. Ну что, одеваемся, я лга, вперед, в путь! Один из самых загадочных районов Южной Сибири, хребет Удакан, расположен восточнее Кадара, между речи Чары и Алёкмы. Северная надбамовская оконечность этого хребта определяет границу Станового и Алданского Нагорьев, занимает площадь 50 тысяч квадратных километров. Это значительно больше территории таких государств, вместе взятых, как Албания, Люксембург, Андора, Монако и некоторых других. Первый день в Кадке у нас сегодня прошел на ура. Довольные эмоции, целая куча, потому что, блин, снега просто вот так. Маршрут экспедиции команды «Сохослед» построен в виде захода в район и двух колец к северу от долины реки Хани. Экстремалы ставят цель пройти наиболее сложные и красивые участки этого горного региона, опираясь на которые, в дальнейшем можно построить новые интересные маршруты для туризма. Тамара Игнатьева, Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерингри. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине выпуска итогов дня. Одна из наболевших проблем за городом и населен. Что делать с брошенными и бесхозными септиками? Репортаж из Усть-Майи. Международный день воды в Якутске провели аэрацию озера Сайсары. Что это и для чего? Игры детей Арктики. В столице начались третьи республиканские соревнования народов севера. Это Якутия 24. В прямом эфире мы продолжаем итоги дня. Закон о дальневосточном гектаре ждут поправки, которые будут представлены в Госдуму в ближайшее время и рассмотрены в весеннюю сессию. Об этом заявил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. В ближайшее время в рамках поправок в любой момент времени в течение пяти лет после того, как будет подтвержден факт освоения участка, гражданин может получить его в собственность. Еще одна оправка гласит о том, что людям, оформившим участки, при желании можно будет получить еще один или два гектара для освоения, для жизни и для своей семьи. Среди других изменений в рамках поддержки малого предпринимательства предполагается освободить самозанятых граждан от уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов от деятельности на гектаре. Алроса презентовал первый серийный отечественный детектор бриллиантов. Прибор позволяет идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения. Ожидается, что детектор благодаря относительно небольшой цене и высокой точности будет востребован как в России, так и за рубежом. Первый публичный показ состоялся 20 марта на заседании Общественного экспертного совета, посвященного вопросам оборота синтетических аналогов драгоценных камней. В компании полагают, что прибор поможет бороться с недобросовестными поставщиками, которые смешивают выращенные в лаборатории синтетические камни с натуральными бриллиантами природного происхождения. Эффективное использование интеллектуальной собственности в Якутии под таким названием состоялась Республиканская конференция. Озвучили, что сегодня в республике функционируют более 50 малых инновационных предприятий. Они нуждаются в продвижении и без интеллектуальной собственности сделать это будет сложнее. Это отметил министр инвесторазвития и предпринимательства Антон Сафронов. Эксперты рассказали о возможностях по регистрации патентов и защите авторских прав, а также поделились опытом о возможностях финансирования и субсидирования. Проблема не стоит. Проблемы нет. Эту проблему мы сами должны создать. Вот до тех пор, пока мы ее не создадим, ее не будет. И дохода дополнительного в республику тоже не будет. Иначе мы будем жить только тем, чем мы жили 100 лет назад и чем мы живем сегодня. А мы с вами должны перейти в новое цифровое измерение, где главным активом будет интеллектуальная собственность и права на нее. С наступлением весны постепенно тает снег, обнажая одну из наболевших проблем за городом и на селе. Это брошенные бесхозные септики. Как решают проблему на местах из Устьмайского района, передает наш корреспондент Юрий Таюрский. В районном центре поселка Устьмайя 44 многоквартирных жилых дома, которые для своих нужд используют 35 септиков. Причем все эти септики бесхозные, то есть у них нет хозяев. Соответственно, все инженерные сети, сливные трубы изношены на 100%. Да, это 100% износ, это полностью все меняется. И все емкости, и инженерные сети. И инженерные сети должны в доме поменяться, чтобы не было утечек. Это огромная работа, это огромные деньги. И я думаю, сейчас мы этот вопрос подняли, будем передавать, вообще захотят ли кто-нибудь идти на этот рынок. Единственная имеющая лицензию управляющая компанией МОБУ ЖКХ занимается вывозом твердых и жидких бытовых отходов. Они являются управляющей компанией, обслуживающей новые жилые дома в поселке Усть-Мая. И эта компания не хочет брать наш старый жилфонд в управление, потому что это очень затратно. Там требуется не просто текущий ремонт, там требуются капитальные ремонты. И теперь мы подняли эту проблему, что у септика все-таки должен быть хозяин, который будет за него отвечать. Есть программы, которые субсидируются республикой на ремонт этих септиков, на вывозную канализацию. Все-таки, как сделать так, чтобы бесхозные септики обрели своего хозяина, а жители старых многоквартирных домов не мучились от отрозлива фекалий и неприятного запаха? Администрация должна сначала оформить землю и взять в собственность септики себе, а потом уже по акту передачи передать той организации, которая будет защищать ремонтную программу на септики и за счет этих денег ремонтировать все это. И вот сейчас эта работа ведется, сейчас как собственность оформится, кто-то может захочет ремонтировать. Это деньги, это субсидируется республикой, это реально это все получить. Тогда у нас будет и замена септиков, и инженерных сетей. Даже и то, если все условия передачи бесхозных септиков будут выполнены, найдется ли управляющая компания, которая захочет заново установить эти злополучные 35 бесхозных септиков? Юрий Таюрский, поселок Усьмая. Сегодня в Международный день воды провели так называемую аэрацию в озеро Сайсары в столице. Необычная акция прошла в рамках 4-го республиканского географического фестиваля. Репортаж Кристины Якубовой. Аэрация для подводного мира – это все равно, что искусственное дыхание для человека. В этом году толщина льда составляет 1 метр. При таких условиях поступление кислорода просто-напросто блокируется. И если не вмешаться вовремя, то рыба может задохнуться. Чтобы этого не случилось и рыба в воде чувствовала себя комфортно, мероприятие проводится каждый год. Акция призвана привлечь внимание к проблемам загрязнения озер и их сохранению. В этот день мы принимаем участие во всероссийской акции «Голубая лента». «Голубая лента» посвящена охране воды. То есть все, что в этот день делается по всей России. Эту акцию запустили омские ребята. Это идея школьников в проекте. И поэтому мы с прошлого года, присоединившись к этой акции, распространяем такие буклетики, советы по водосбережению. Мероприятие прошло в форме соревнования. Участниками выступили активные студенты. Участвуют студенты с ФФУ и студенты с ХТ. Две команды по пять человек. Целью является как можно быстрее пробурить озеро и как можно быстрее добраться до воды. Не случайно местом проведения выбрано озеро Сайсары. Это самое большое и историческое озеро на территории долины Туймада. Кристина Якупова, Григория Хлопков, Якутск. В Неренгринском комитете охраны природы организуют день открытых дверей. Прием пройдет завтра, 23 марта, с 11 до 5 часов вечера. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и жители района смогут получить квалифицированные консультации специалистов в области природоохранного законодательства. Как выстроена работа на газораспределительных объектах в столице? Какой путь проходит газ, прежде чем попасть в квартиры потребителей? С рабочими буднями газовиков ознакомилась Юлия Великодная. Пока газ идет по магистральному газопроводу из КСЛ-Сыра, он не имеет ни цвета, ни запаха. Только после газораспределительной сети он обретает характерный запах. Прежде чем попасть в дома потребителей, газ проходит не один подготовительный этап. Самый первый – очистка. Как газ подается, на входе у нас 38 килограмм, температура газа 16 градусов. Проходит через грубую очистку, сепараторы, потом через теплообменники, еще раз сепараторы. Далее до температуры 20 градусов его нагревают, а после газ проходит более тщательную фильтрацию и редуцирование, то есть понижение давления. Следующий этап – учет и самое интересное – так называемая адорация. Придание запаха с помощью вещества Адоран, чтобы обнаружить утечку. Постоянно контролируем, докладываем диспетчеру каждые два часа. Если там утечка большая, аварийная установка ГРЭС. Ноу-хау газораспределительной станции являются солнечные батареи и установка резидентов Сколково – Эвагресс. Сейчас они работают в тестовом режиме, чтобы выяснить, смогут ли обеспечить бесперебойную работу на магистральном газопроводе. Они работают по одному принципу. Они преобразовывают энергию газа в электрическую энергию. Мы получаем электроэнергию, запитываем необходимое оборудование, контрольные пункты телемеханики, оборудование связи на магистральном газопроводе. Она у нас стоит год. Функционирует, мы изучаем, мы смотрим и будем принимать решения о возможности, целесообразности применения. На случай утечки на каждом объекте установлены датчики газа. Но все же с помощью портативного газоанализатора «Гном-1» делаются замеры в помещении. На территории несколько молнииотводов. А так как газораспределительная станция – объект особо охраняемый, по периметру установлена сигнализация. Каждую смену оператор продувает на емкость сбора конденсата. Если в нем собирается жидкость, то продувается, чтобы не попал в газопровод и регуляторный потребитель. Для бесперебойной работы станции необходим всего один специалист. В случае аварии два сотрудника смогут справиться с любой ситуацией. Газораспределительный объект полностью автоматизирован. Юлия Великодная, Павел Пахомов, Якутск. В Олегминске прошел праздник Навруз. Дату, отмечаемую в День весеннего равноденствия, организовали представители Кыргызской общины. Рассказывает Хелена Фаст. Звук хамуса звучал в этот день немного особенно. Кыргызская община показала олегминчанам, как празднуют День весеннего равноденствия. У них, по словам участников, праздника без этого музыкального инструмента просто не бывает. У нас в национальном празднике, обязательно без Оскомуса, у нас праздник не бывает, можно так сказать. У нас в Кыргызстане точно такой же называется Оскомус. Здесь Хомус называется, а у нас Оскомус называется. Точно такой же, одинаковый, только мелодия идет, немножко отличается, но можно, как сказать вам, сходится очень хорошо. Навруз. В этот день принято собирать гостей, готовить традиционное блюдо и, самое главное, помириться, если были разногласия. У нас один раз проводится и готовится очень хорошо. Кто в обиде, меряется этот день. И обязательными этими атрибутами этого праздника у нас семюлек варится этот день. В больших казанах варится семюлек. В тот раз тоже я говорила, семюлек варится. И стол накрывается, народ празднует от души. Замечательный концерт, где звучали чистые голоса исполнителей, стал для всех не просто концертом, а как раз праздником. Кроме того, именно здесь можно было познакомиться с культурой народа Кыргызстана. Гораздо ближе и понять. Людей делят лишь расстояние. В основном мы близки. Ведь для всех главное – семья, дом, счастье. Елена Фаст, Максим Копылов, Олег Минск. В столице начались третьи республиканские соревнования народов Севера. «Игры детей Арктики» собрались школьники из девяти районов Якутии. Состязания проводятся по национальным видам спорта северных районов. Сюжет Петра Говорова. Республиканские игры народов Севера – игры «Детей Арктики». Турнир проходит среди учащихся общеобразовательных школ. И самое главное, что мы проводим эти игры для того, чтобы сохранить национальные игры. То, что это есть культура, то, что заложено. В этом году для участия в играх съехались более 80 детей из девяти арктических и северных районов республики. Нормально тут. Вообще сильно кормят. Так, сидим, отдыхаем. Там массажи нам всякие, процедуры. Да, я участвовал во вторых играх «Детей Арктики». Я там участвовал по метанию аркана. Я там занял третье место. И в общем, в общей командном счете занял первое место. Впервые приехал на эти соревнования «Арктики». Представляю «Жиганский луз». Я не знал, что такое венкистский футбол. Только начали играть. Приехали, посмотрели игроков. Тоже нормально, почти как мы играем. Играем. Третье место заняли. Много команд. Сейчас новое место. Новые знакомства, общения. Игр будут состязаться по шести национальным видам спорта. Прыжки через нарты, нори, метание аркана, эвенкийский футбол, бег на широких лыжах и северная борьба. Метание аркана, бег по снегу, может быть, борьба. Но это связь с хорошим образом, образом везде. Но это захладывается в них именно ливовку спорта, традиционным занятием своих родителей. А потом качественно вот эти игры перейдут в настоящее спортивное соревнование, занятие. Также для детей будут организованы конкурсы национальной одежды и хороводных круговых танцев коренных малочисленных народов Севера. Нужно развивать, нужно помогать детям, чтобы они знали свои корни, не забывали самый главный язык и знали, что у нас есть богатство, это наши олени. Как гласит овенкийская пословица, нет оленя, нет овенка. Поэтому нужно хранить, не будет оленя и не будет нас. Мероприятие завершится 24 марта. Таковы итоги дня. За новостями и событиями продолжайте следить на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова